В этом году появятся прямые рейсы из Уфы в Израиль и Белоруссию. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в правительстве республики. Также появятся дополнительные маршруты в Узбекистан. Рейс до Минска планируют открыть уже в первом квартале. Такое поручение озвучил глава регионального Кабмина Андрей Назаров. По его словам, создание такого маршрута не просто вопрос комфорта, а необходимость. Надо Минск первым направлением обязательно ускорять. Во-первых, потому что с Минском расширяются у нас сотрудничество. Но самое главное, что у наших соседей прямые рейсы есть. Это значит, что все люди летят сначала в соседний регион. И там многие из них оседают. Смысл ехать в соседний регион, потом еще 500 километров. Несмотря на санкционное давление, Уфимский аэропорт сохранил пассажиропоток на уровне прошлого года, приняв более 4 миллионов пассажиров. Во многом этого удалось достичь за счет открытия новых направлений в страны ближнего зарубежья, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Таиланд. В Башкортостане инвесторам предложили создать рыболовную базу отдыха в городе Агидели. Объем инвестиций в проект оценивается в 17 миллионов рублей. Соответствующий бизнес-кейс разработала региональная корпорация развития. На строительно-монтажные работы понадобится почти 8 миллионов рублей. Оставшаяся сумма уйдет на покупку оборудования, в том числе 7 миллионов на 7 глэмпингов площадью 15 квадратных метров каждый. Проектом предполагается также создание банного комплекса площадью 20 квадратных метров и пунктом проката инвентаря для ловли рыбы. Под реализацию проекта подобран земельный участок у Нижнекамского водохранилища, где обитают не менее 39 видов рыб. Срок реализации проекта оценивается в один год. Вложения в создание базы могут окупиться за 6,5 лет. За 11 лет выручка составит порядка 100 миллионов рублей, чистая прибыль – 19,5 миллионов. Проект сможет претендовать на включение в перечень приоритетных с предоставлением налоговых преференций. Дипломантами проекта «Продукт Башкортостана» в прошлом году стали 117 предприятий, как малых, средних, так и крупных. Таким образом, их общее количество выросло до 669, а перечень продукции – до 25 тысяч наименований. Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев. Для участников проекта традиционно организовывали деловые визиты, участие в выставках и ярмарках, обучающие семинары, в ходе которых было заключено 210 контрактов на поставку товаров в торговые сети. В частности, было подписано соглашение с ритейлером «Магнит» о создании фермерских островков с продукцией, маркированной знаком «Продукт Башкортостана». Результатом деятельности проекта также является представленность продукции дипломантов проекта за пределами республики. Товары участников представлены во всех регионах. 148 участников проекта выставляют свою продукцию в субъекты Российской Федерации. В федеральных торговых сетях свою продукцию реализуют 230 предприятий. Экспортерами является 25 дипломантов. Ожидается, что к концу этого года башкирские производители продуктов увеличат свое присутствие в федеральных и региональных ритейлах, а также на маркетплейсах. Минторговля уже разработала план по увеличению числа участников проекта «Продукт Башкортостана» на 20% и наращиванию их товарооборота. За последние 30 дней заболеваемость коронавирусом в Башкортостане выросла на 47%. При этом за последнюю неделю идет снижение. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По данным на 10 января, инфекцию обнаружили у 346 тысяч человек с начала пандемии. Сейчас в госпиталях находится 149 пациентов, почти полторы тысячи человек лечатся дома. По данным Минздрава, в новогодние праздники служба скорой помощи выезжала. По вызовам более 40 тысяч раз, врачей на дом вызывали более 30 тысяч раз. Пик обращений зафиксирован 1, 2 и 3 января. Поводами обращений была высокая температура и обострение хронических заболеваний. Выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в прошлом году получили 172 метра работника на общую сумму 185 миллионов рублей. Всего в отрасль пришли 2700 новых сотрудников. Об этом сообщила вице-премьер, министр финансов республики Лира Иктисамова. Между тем, кадровый дефицит преодолеть полностью пока не удалось. По словам вице-премьера, необходимо привлекать врачей для работы на селе, особенно узких специалистов. Тем более, что медучреждения там обеспечены новым оборудованием. Обратная ситуация складывается в Уфе и других крупных городах. При наличии квалифицированного персонала ощущается дефицит оборудования, мебели и автопарка. Кроме того, в республике необходимо строить новые поликлиники и больницы. Суммы объема финансирования не снижаются у нас на текущий год по сравнению с 2022 годом. И при необходимости будут дополнительно выделяться средства. Тем более, что есть очень серьезные моменты, которые надо улучшать. Как в части ремонта нашей поликлинической службы, так и строительства новых объектов. Поэтому предлагает Анна Геннадьевич усилить направление в рамках республиканской адресной инвестиционной программы именно в части здравоохранения по обеспечению строительства новых объектов. И особенно большая моя просьба это в Адлинском районе. Премьер-министр правительства Андрей Назаров подчеркнул, что для качественного оказания экстренной медпомощи необходимо ремонтировать, а где надо строить новые автодороги. Он также поручил в этом году направить усилия на снижение смертности, улучшение демографической ситуации и увеличение продолжительности жизни. И в продолжение темы. Более 72 миллиардов рублей из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования направят в Башкортостан. Плюс 7 видов медпомощи дополнительно получат 4,5 миллиарда рублей из регионального бюджета. Об этом сообщили в Минздраве республики. В частности, сверхбазовые программы работающим гражданам профинансируют долечивание в санаториях республики, психотерапевтическую, психиатрическую и наркологическую помощь. Объем средств, направленных на онкологическую помощь, вырастет на 15%. Впервые в территориальную программу госгарантии вошла реабилитация в условиях стационара, в том числе установлены средние нормы объема медпомощи по этому профилю. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.